Приветствую всех на своем канале! Сегодня у нас в меню испанское лакомство чурос, то есть пончики, но не простые, а на заварном тесте. Технология приготовления теста как на эклеры, но это тесто делается немного гуще и жарится на сковороде в достаточном количестве растительного масла. Получаются потрясающе вкусные, воздушные, нежные, вот такие все пузырчатые пончики. Их, конечно, нельзя отнести к разряду правильного питания, так как это все-таки жареное, но иногда побаловать себя такой вкусняшкой, ну просто необходимо. К тому же, мои опасения, что тесто будет сильно тянуть масло со сковороды, абсолютно не оправдались. Бумажное полотенце, на которое выкладывали пончики, осталось практически сухим. Итак, готовим. Что нам потребуется для приготовления этих пончиков чурос, вы сейчас видите на экране. Я в рецепте использовала коричневый сахар, но его вполне можно заменить на обычный. Итак, ставим на огонь кастрюльку, в которую выливаем воду, высыпаем соль, сахар, выкладываем сливочное масло и доводим все это до кипения. Затем делаем огонь под кастрюлькой небольшой и высыпаем просеянную муку. Быстро вымешиваем тесто, чтобы вся мука заварилась. На плите вымешиваем тесто около полминутки. Теперь даем тесту подостыть около 5-6 минут и по одному вбиваем яйца. Сразу все вбивать яйца не рекомендуется, очень сложно будет вымешивать тесто до однородного состояния. Ну и вот такое незабитое мягкое тесто, очень липнущее к рукам у нас получилось. Теперь перекладываем его или в кондитерский мешок с насадкой или, если у вас нет такого, в обыкновенный целлофановый пакет для заморозки. Для заморозки он прочнее. И обрежьте уголок у пакета так, чтобы тесто выдавливалось диаметром от 7 до 8 миллиметров, не больше. Пончики сильно увеличиваются в объеме при жарке. Ну и жарим, вернее сказать, варим наши пончики в хорошо разогретом растительном масле. Масла должно быть достаточным, чтобы пончики плавали в нем. Можно вот так выдавливать тесто из кондитерского мешка с насадкой и обрезать его ножницами или обрывать пальцами. Жарим пончики до золотистого цвета со всех сторон в течение 2-3 минут. Степень зажаренности пончиков выбирайте сами, кому как нравится. Но честно скажу, мне больше понравилось делать пончики из обыкновенного целлофанового пакета. И проще, и тесто в этом случае почему-то сильнее пузырится. Хотя пузырчатость пончиков еще зависит и от температуры масла. Оно должно как бы кипеть. Жарим пончики на среднем огне. И еще не забейте тесто мукой. Чем туже тесто, тем меньше пузырчатость. Ну и вот за разговорами пережарили все пончики. Перед подачей на стол их можно дополнительно посыпать сахарной пудрой. А также подать с ними сгущенку, джем, повидло. Кто что любит. В общем, как всегда. Если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии под видео. Делитесь этим видео в своих социальных сетях. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!